Иордания Иордания Праздник Крещения и Богоявления Господня Это деревня Бетань, расположенная за рекой Иордан, где жил и проповедовал Иоанн Креститель. Сейчас здесь возвышается православный храм во имя святого пророка. Церковь была построена русским благотворителем несколько лет назад. Службы совершаются на греческом и арабском языках. В храме могут молиться только православные христиане. А возносить молитвы рядом с церковью и идти на реку Иордан могут все желающие. В этом году на праздник из разных стран приехало со стороны Иордании 20 тысяч паломников и 100 тысяч со стороны Израиля. Река Иордан пограничная. На восточной стороне расположена Иордания. На западной – государство Израиль. Сегодня официально признано, что Крещение Христа состоялось именно на стороне Иордании. Это место исполнено глубочайшего духовного смысла для приезжающих сюда со всего света христиан. Археологические раскопки подтвердили, что именно эта область именовалась в Библии Вифании за Иорданом и что здесь состояла встреча Христа с жившим в этой местности Иоанном Предтечи. По ежегодной традиции в праздник Крещения Господня православные трижды пускают по течению деревянный крест на длинной ленте, расвещая воды Иорданские в воспоминания событий двухтысячелетней давности, когда Господь крестился в этих водах, и воды Иорданские осветились. Сегодня многие коренные жители Иордании – православные христиане. Они сохраняют в своем народе эту веру и передают ее последующим поколениям. Город Мадаба упоминается в Библии уже во времена Великого Исхода. История этого небольшого городка уходит вглубь на четыре с половиной тысячелетия. В течение этих долгих лет он часто переходил из рук в руки, много раз стертый с лица земли, приходил в запустение и вновь возрождался. Его называют городом мозаик, жемчужиной Иордании. Большинство населения Мадабы составляют христиане. Город славился своими церквями. Это храм святого великомученика Георгия Победоносца, построен на средстве русского палестинского общества. Здесь хранится изумительной красоты мозаичная карта Святой Земли, самая древняя из известных на сегодняшний день. В XIX веке в засыпанный песком опустевший город пришли гонимые мусульманами христиане из Керака. Господь привел людей в то место, где было много византийских храмов. В одном из них при демонтировании пола была обретена эта карта. Город Гадара Город Гадара дорог христианам всего мира, потому что в этих местах спаситель исцелил гадаринского бесноватого, который был одержим бесами с давнего времени и наводил ужас на всех жителей. Когда Господь приплыл в страну Гадаринскую и ступил на берег, тогда и встретил его бесноватый, вышедший из гробов. Вот как описывает это событие Евангелие от Луки. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним и громким голосом сказал, «Что тебе для меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» И Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека. Тут же на горе послось стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Дальше в Евангелии говорится, что весь народ Гадаринской окрестности просил спасителя удалиться, потому что они были объяты великим страхом. И Господь ушел. Гора Небу. В русском переводе Библии она называется Небу. Сюда, после сорокалетнего путешествия, пророк Моисей привел богоизбранный народ. На горе установлен медный змей. В память о том, как народ Израиля в очередной раз возроптал, и Бог наслал на него ядовитых змеев. Евреи одумались и стали молить Моисея о помощи. Тот, по велению Господа, установил после делагеря медного змея на посохе. Укушенному достаточно было просто взглянуть на него, и он оставался жив. Здесь же, на этой вершине, пророк умер, исполнив свое предназначение, освободив евреев из египетского плена и приведя их в землю обетованную. В Библии сказано, что Моисею не дано было ступить на эту землю, но перед смертью он получил в дар от Бога орлиный взгляд и смог увидеть ее с горы. Несколько веков спустя, в ранний византийский период, на этой священной горе христиане возвели церковь. Со временем устроился здесь монастырь. В 1933 году стараниями монахов-францисканцев здесь начали проводиться раскопки, и только спустя 60 лет были обнаружены останки храма пророка Моисея и других монастырских зданий. Священная для христиан гора неба пришла в запустение в VII веке, когда сюда пришли племена арабов-мусульман. За прошедшие столетия время, ветер и песок беспощадно обошлись храмами. Большинство великолепных мозаик, которыми были украшены церкви, оказались под открытым небом и погибли. Только недавно удалось частично восстановить храм пророка Моисея и реконструировать его. Теперь здесь время от времени совершаются службы, и, конечно, можно посетить этот храм и увидеть на полу чудом сохранившиеся уникальные мозаики. Сегодня раскопки продолжаются. ПЕСНЯ 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 Путь ведомых пророком Моисеем евреев пролегал главным образом по землям нынешней Ордании. Неудивительно, что с именем пророка здесь связано много исторических мест. Античный город Джарыш сохранился до наших дней во многом благодаря сильным ливням, вызвавшим несколько мощнейших селевых потоков, которые практически полностью погребли город. Он был спрятан под землей от людей на долгие годы. Джарыш даже получил прозвище Помпея Востока с той лишь разницей, что к моменту катастрофы здесь не оказалось людей. К этому времени город уже лежал в развалинах от страшного землетрясения. В IV и V веках Джарыш становится важным центром христианства. Многие из его 15 церквей разместились в существовавших к этому времени старых зданиях. Кто сегодня оказывается в Джарше, может увидеть христианские полуразрушенные храмы, сохранившиеся древние мозаики. Интересно и то, что, сравнивая план города с реальным рельефом, обнаруживаешь, что раскопано и расчищено только половина крупнейшего города Джарша. Дорога, бегущая между заснеженных гор и холмов, ведет в Петру. По-гречески Петра означает камень. Это один из самых удивительных городов Древнего мира. Говорят, кто не видел Петры, тот не видел Иордании. И еще. Самое примечательное место Ближнего Востока называют розовым городом, потому что расположен он в горах, которые в зависимости от времени суток окрашиваются в розовый, темно-красный, пурпурный или оранжевый цвета. Около 580 года до н.э. набатейцы пришли в эти горы. В течение 500 лет они высекли знаменитый город. В Петру ведет узкий и извилистый тоннель в скалах протяженностью 1200 метров. По нему в Петру в древние времена проходили караваны, а сегодня идут многочисленные паломники и туристы. Сотни высеченных в скалах построек, величественные храмы, царские гробницы, дворцы. В начале н.э. этот город был столицей набатейского царства. Затем Петра пришла в упадок и почти полностью обезлюдила. Европейцы вновь узнали о ней только в первой половине XIX столетия. Господи, воздва к Тебе услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, воздва к Тебе услыши мя, вон мигла сумовение мое будет. Внеда воздва к Тебе услыши мя, Господи. Английский поэт и путешественник Бургон писал о Петре. Поистине, уникальное это необыкновенное чудо, красно-розовый город моложе лишь самого времени. Сюда идут люди со всего мира, чтобы посмотреть на места, связанные с именами, которые мы встречаем на страницах главной книги человечества – Библии. На этих землях жили, молились, страдали, пророчествовали, общались с Богом – Авраам, Иов, Моисей, Лот, Руфь, Илия, Иоанн Креститель. И нет лучшего путеводителя по этой стране, чем священные книги Ветхого и Нового Заветов. Субтитры создавал DimaTorzok